На Беларусь 4 программа «Де-факто» мы рассказываем о главных происшествиях за неделю, сообщаем правовую информацию и обсуждаем темы, которые касаются нашей с вами безопасности. В студии Александра Гамоля. Здравствуйте. Оцепили весь вокзал из-за угрозы взрыва. В Гомеле сотрудники милиции провели эвакуацию 60 пассажиров. Жара накалила градус. В регионе заполыхали лесные пожары и стало больше возгораний в частном секторе. Раритет всегда в цене. Сотрудники таможни не дали украинцу незаконно перевести часы, представляющие историко-культурную ценность. Фотоловушки, барьер для браконьеров. Камеры видеонаблюдения помогают эффективнее защитить леса от нарушителей природоохранного законодательства. Пытались взорвать самодельную петарду и получили травмы. В жлобине пострадали дети. Один подросток теперь без пальцев. А также как обеспечить безопасный досуг. Кто в ответе за жизнь и здоровье детей. О причинах бесконтрольности подростков поговорим с прокурором города Гомеля Юрием Булынко. И начнем выпуск с обзора криминальных событий и происшествий за последние 7 дней. В центре внимания наших корреспондентов оказались самые нашумевшие факты и чрезвычайная ситуация. В Гомеля из-за бесхозных рюкзака и женской сумки с автовокзала эвакуировали почти 60 человек. В милицию поступил звонок, что обнаружен подозрительный рюкзак. А спустя еще 10 минут очевидцы сообщили, что на перроне находится бесхозная женская сумка. Эвакуировали всех, кто находился на территории автовокзала. Как выяснилось, рюкзак принадлежал семье из Добружского района, которая утром вернулась из путешествия и забыла рюкзак на вокзальной платформе. А владелицей сумки оказалась дачница. 120 часов общественных работ суд Советского района Гомеля вынес приговор 17-летнему гомельчанину, который в феврале этого года ограбил пенсионерку. Инцидент произошел 25 февраля. Женщина возвращалась домой с церковной службы. В подъезде дома по улице Быховской молодой парень вырвал из ее рук сумочку и скрылся. Особых примет преступника пенсионерка не запомнила. Помог в расследовании свидетель, а также запись камеры видеонаблюдения, по которой оперативники и вычислили подозреваемого. В выходные два пожара накалили градус работы спасателем Гомельской области. Но действовали огнеборцы профессионально и спасли двух человек. В Кармянском районе из-за возгорания в квартире трехэтажки на первом этаже было эвакуировано 25 человек. Когда спасатели проникли в задымленную комнату, то на кровати в бессознательном состоянии обнаружили хозяйку. Женщину срочно госпитализировали и, как оказалось, это спасло и жизнь. Несмотря на сильное отравление продуктами горения, состояние пациентки сейчас стабильное. Причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Все как под копирку случилось и в Калинковичах. При аналогичных обстоятельствах пожара был спасен местный пенсионер. Мужчину вытащили в бессознательном состоянии из горящего жилого деревянного дома. Огнем поврежден диван, на котором нашли пенсионера, постельные принадлежности и мебель в комнате. В Следственном комитете прокомментировали факт самоубийства матери двоих детей, которая, уйдя из жизни, оставила предсмертную записку. Дело находится в производстве Гомельского городского отдела Следственного комитета. Под личным контролем начальника подразделения. Напомним, несколько дней назад 43-летняя жительница Гомеля повесилась в собственной квартире. У нее остался муж и двое несовершеннолетних детей. Семья считалась благополучной и на учете не состояла. В Следственном комитете сообщили, у них нет оснований полагать, что причиной суицида женщины стало отсутствие работы или другие социальные проблемы. Старинные английские часы 18 века пытался перевезти через границу житель Украины. Сотрудники Гомельской таможни внимательно досмотрели багаж пассажира автобуса сообщением «Киев-Речица». В личных вещах мужчины они обнаружили незадекларированный раритет. Корпус настольных часов украшен литыми вставками и фигурками из металла. На циферблате оригинальный текст. На черном рынке стартовая цена экземпляра может начинаться от 5000 долларов. Антикварная вещь была отправлена на экспертизу. Система фотоловушек, которая внедряется лесными хозяйствами Гомельской области, помогает задерживать браконьеров. В Реческом районе благодаря портативным камерам слежения удалось предотвратить незаконную вырубку леса. Подробнее далее в сюжете. Эти камеры слежения – ничто иное, как личная охрана лесных угодий. Когда поблизости нет лесников, фотоловушки и глаза, и уши. Датчики устройств настроены на движение. Как только на горизонте появляется объект, камера включается и начинает фотографировать. Разрешение хорошее позволяет зафиксировать даже лица браконьеров. Был выявлен факт незаконной заготовки древесины. Нарушители были выявлены и привлечены к административной ответственности. Владелец этого грузовика приехал в лес вечером, надеялся остаться незамеченным. О том, что с самого первого шага все его действия транслировались на пульт лесной охраны, даже не предполагал. Задержали нарушителя сразу. Эффективность достигается, то, что можно отслеживать в онлайне, это самое главное. И не требуется ни рейд какой-то, ни обязательно находиться на месте. То есть мы выявляем нарушение, как говорится, находясь буквально на рабочем месте в своем учреждении. То есть мы отслеживаем это, то есть где-то происходит нарушение, приходит сразу нам по онлайне на телефон, благодаря чему далее сотрудник выезжает на место совершения. Нарушителей ожидает суд и штраф. И такие фотоловушки появились уже в каждом лесничестве Гомельской области. Всего около 140 устройств. Пока их вешают там, где браконьеры – частые гости. В перспективе они появятся в лесах по периметру. В основном это покупается в зависимости от рекреационной нагрузки в лесах. То есть где большая рекреационная нагрузка в лесах, то есть это леса вокруг Гомеля, скажем, больших городов, Мозыря, Жлобина, там, где большое население сосредоточено. И вот там, конечно, их больше закупают. В автономном режиме фотоловушки работают две недели. Потом на зарядку. Замаскированы они под кору деревьев и листья. Крепятся высоко, так, чтобы их труднее было заметить и снять. При удачных кадрах легко устанавливается и личность нарушителей. Камеры снабжены Wi-Fi и вся информация тут же отправляется по интернету. Кроме браконьеров, такие системы помогают и в борьбе за чистоту. Там, где есть фотоловушки, стихийных свалок в лесу уже не найти. Каникулы для школьников – это не только возможность набраться сил и отдохнуть, но и масса свободного времени. Кто-то проводит его с пользой, некоторые находят в себе развлечения, порой не самые безобидные. Так, в Жлобине трое подростков получили травмы при взрыве самодельной петарды. Одному из пострадавших ребят понадобилась госпитализация. Наш корреспондент Алексей Немкевич попытался разобраться, что же там на самом деле произошло. О случившемся 14-летний Максимилиан вспоминать не любит. В тот вечер он просто подошел поздороваться к двум своим знакомым. Парни стояли возле дома и, казалось, пытались что-то поджечь. Подхожу и сразу произошел взрыв, оглушило всех. Там кричала половина. Ну и отошел, смотрю на руки, кровь идет. Максимилиана зацепила осколками. Позднее раны на двух предплечьях пришлось зашивать. В тот момент боли, говорит, не чувствовал. От случившегося у него произошел шок. После оказания первой помощи он и рядом стоящий в момент взрыва школьник были отпущены домой. Сильнее всех пострадал подросток, державший самодельную петарду в руке. Взрывом у него оторвало фаланги нескольких пальцев. На момент поступления состояния больного было средней степени тяжести. Поэтому он был госпитализирован в отделении реанимации. На следующий день был переведен в отделение травматологии состоянием удовлетворительной. За время лечения у больного наблюдается положительная динамика в лечении. Самочувствие удовлетворительное. Инцидент не остался без внимания прокуратуры и милиции, где также анализируют происшествия с участием подростков. Оставалось неясным, где школьник раздобыл взрывное устройство. Проведенной проверкой было установлено, что несовершеннолетний 2002 года рождения, который ранее на учете у нас не состоял, индивидуальная профилактическая работа с ним не проводилась, семья, находящаясь в социально опасном положении, не значилась на территории района, самостоятельно изготовил пиротехническое изделие. После опроса свидетелей пострадавших окажется, что мальчик таким образом решил развлечься на каникулах. Способ смастерить петарду он подсмотрел в одной из ТВ-передач. Изготовил взрывное устройство подросток с помощью вот такого газового баллона из спичечной серы. Подвел юного пиротехника фитиль. Сделанный из обычной нитки он сгорел мгновенно. В результате взрыв произошел прямо в руках. Рецепты вот таких опасных устройств на просторах интернета сотни. С важным видом авторы объясняют, как его сделать и что для этого нужно. Невероятные эксперименты с огнем и взрывами, интересные проверки вирусных видео, безумные распаковки посылок, лайфхаки, самоделки и многое другое. Подписывайтесь на этот крутой канал, скучно там не бывает. В таких роликах все просто и безопасно, однако, как показывает практика, такие шалости становятся причиной трагедии. Неправильно подобрана рецептура, спешка и очередной взрыв калечит, а иногда и убивает горе создателей. Алексей Немкевич, Евгений Макеенко, специально для программы «Де Факто». Лето – жаркая пора. И в прямом, и в переносном смысле этого слова. Именно в летний период происходит самое большое количество случаев травмирования и гибели детей. Они просто играют. Никто из них не задумывается об опасности. Ведь нет опыта, а следовательно и представления о том, что может произойти. Добавьте сюда бесконтрольности. Вот они все условия для возникновения беды. Даже самый незаурядный детский досуг может превратиться в трагедию. О проблемах бесконтрольности детей и подростков поговорим сегодня с прокурором города Гомеля Юрием Булынко. Юрий Валерьевич, здравствуйте. Добрый день. Юрий Валерьевич, как Вы считаете, почему происходят случаи, подобные тому, что мы видели в сюжете? Какая общая причина? Ну, как Вы правильно отметили, всегда количество травматизма у несовершеннолетних возникает в каникулярный период. И нельзя здесь ответить только лето. На самом деле зима не менее опасна. И таит под собой свои опасности. То есть это значительно увеличивается количество гололедных травм. Те же вопросы, связанные с выходом на лед, которые приносят... Горки, катания на санках. Все это тоже бывает травмоопасно. Поэтому, конечно, при наступлении любого такого периода, все государственные органы и организации принимают очень существенные меры для того, чтобы максимально обезопасить несовершеннолетних в этот период. Но все-таки вот летние каникулы, они длятся три месяца. И как бы здесь больше у детей свободы, а следовательно, и они могут попасть в разную ситуацию. Конечно. Дети сами по себе, они бесстрашны. И у них очень неразвито чувство самосохранения. И, конечно, в данной ситуации, в первую очередь, от родителей, ну, конечно, от органов образования, зависит, насколько им преподнесут эти уроки, насколько им разъяснят, что опасно. Ну и, помимо всего прочего, необходимо, конечно, принимать меры общие для того, чтобы, скажем, оградить детей от источников так называемой повышенной опасности. У нас, к сожалению, травм, если взять по количеству, традиционно в городе Гомеле примерно около 6 тысяч детей травмируется. 6 тысяч детей? Травмируется, да. Это от легких травм до самых тяжелых. Но, как правило, половина из них, 50%, это бытовые травмы. Это травмы, которые дети причиняют себе в быту. Здесь, к примеру, можно отдельным большим блоком выделить ожоги. Маленькие дети опрокидывают на себя чашки с кипятком, чайники. Причем эти довольно серьезные травмы, которые очень тяжело лечатся. Приводят к очень тяжелым последствиям, в том числе даже летальным, к сожалению. Вот как раз таки в сюжете мы наблюдали, что в жлыбине подростки именно получили ожоги и рваные раны. Это, кстати, травмы более характерны для зимы, новогодние праздники, пиротехнические изделия. Вы, скажем так, тяжело представить, какая громадная работа проводится правоохранительным органами в период новогодних праздников по изъятию контрафактной, так называемой, продукции, то есть ненадлежащего к качеству пиротехнических изделий. Сотни тысяч этих изделий изымаются для того, чтобы они не поступили на наш рынок. Несмотря на эти меры, травмы причиняются. Но стоит отметить, что действительно их количество очень сократилось по сравнению с предыдущим периодом. Когда дети берут такие вот баллончики в руки и пытаются самодельно изготовить петарду, о чем это говорит? Что родители опять не досмотрели? Не объяснили, не увидели, что ребенок занимается и получает эту информацию из интернета? Ну, вот это такой отдельный вообще большой блок. На сегодняшний день все развивается. И, к сожалению, скажем так, виртуальная реальность занимает значительный объем «Время провождения подростков». И вот там это очень неконтролируемое поле. Если жили в квартирах, в деревнях у бабушек, на улицах, мы можем создать более или менее условия для безопасности несовершеннолетних. И очень сильно это контролируем. Если это каникулы, на пляжах везде дежурят освод сотрудники милиции. Мы предвосвещаем вопросы, связанные с употреблением несовершеннолетними алкогольных напитков. Мы значительное внимание уделяем защите недопуску несовершеннолетних на опасные объекты. К сожалению, такие факты у нас тоже есть. Вот в прошлом году был случай, когда у нас девочка-подросток упала из строящегося здания около областной больницы. Получила травмы. Дети ищут приключений, хочут получить интересные селфи. Это в том числе приводит к таким последствиям. Мы эти меры предпринимаем. Мы ограждаем территорию, предусматриваем возможность охраны. И говорю, это те способы, которые мы можем контролировать. Перед наступлением любого каникулярного периода обследуются детские площадки на предмет наличия, чтобы детское игровое оборудование было безопасным. К сожалению, тоже его надо регулярно ремонтировать и приводить в соответствии с предъявляемым требованиями. Так вот, а интернет в этом плане, это такая зона, которую могут контролировать по сути только родители. Есть, в принципе, программы, которые так или иначе позволяют обеспечить родительский контроль. Нужно смотреть и проверять, что в интернете смотрит ваш ребенок. И здесь, в данной ситуации, школа не поможет, потому что это, как правило, происходит все в домашних условиях. В прошлом году значительная очень работа была проведена в городе в связи с распространенностью посещения сайтов, стимулирующих детей к самоубийству. Синие киты, розовые феи, ну, очень много таких сайтов было, да, которые блокировались. Это очень серьезное распространение в Российской Федерации приобрело. К сожалению, сайты, как правило, все эти российские, нам тяжело на территории Республики Беларусь повлиять на тех лиц, которые это все пропагандируют. То есть мы можем принимать меры по блокировке сайта, но мы не можем повлиять, скажем, на тех лиц, которые непосредственно это все распространяют. И там действительно это очень опасный сайт. Они стимулируют детей к совершению самоубийства. И, к сожалению, такие факты у нас были. Опять же, как вот показывают психологи, психиатры, вопросы с суицидом несовершеннолетних, они, как правило, демонстративные. Подростки не дают себе отчет о, скажем так, о том, что это действительно приводит к летальному исходу. Что это прервет, понимаете, жизнь. Они очень часто пытаются демонстрировать, привлечь таким образом к себе внимание. Души и... Да, привлечь к себе внимание, но они думают, что дальше все продолжится. То есть они таким образом, к сожалению, не понимают такой неотвратимости и безвозвратности происходящего. Юрий Валерьевич, вот вы говорили о строительных объектах на территории города Гомеля. Все ли они на данный момент, скажем так, охраняются? И беспрепятственно ли могут попасть туда дети, либо есть какие-то барьеры, те же ограждения? Все ли это работает? Нет, могу сказать так. Эта ситуация находится под постоянным контролем. Мы, вы же поймите, здание тоже около областной больницы, оно уже десятилетиями там находится. Да, никак не могут, по крайней мере, ну, в настоящее время не принято решение, что с ним делать до конца, да, с этим строением. Действительно, оно опасно. Действительно, мы знаем, что несовершеннолетние используют его как место досуга. Эти ситуации постоянно мониторятся. Охрана, вот в этом периоде введена в том числе была охрана. Да, были заборы, там даже повышенные, скажем так, непроходимости, там уже принимали меры. Это надо мониторить постоянно, потому что со временем... Кто этим занимается? Органы исполнительной власти в первую очередь. Мы, как надзорный орган, контролируем эту работу. То есть мы периодически обследуем эти объекты, смотрим, насколько действительно туда можно попасть или нельзя попасть. Объекты эти возникают. К сожалению, то есть любое строительство, это, в принципе, зона повышенной опасности. И мы контролируем в том числе и строительные объекты, чтобы действительно было реальное ограждение, чтобы действительно нельзя было туда проникнуть. Как правило, чтобы была обеспечена сторожевая охрана, чтобы дети не играли. Потому что для детей, на самом деле, это, скажем, они воспринимают это как интересную зону для своих игр. Что в том числе приводит, конечно, и к очень печальным последствиям. Юрий Валерьевич, какие вообще подходы органов прокуратуры в решении подобных проблем? Эти вопросы вообще в целом, да, их не может решить только органы прокуратуры. Это всеоблемующая задача, которая стоит, в принципе, перед государственными органами. И здесь существенную роль отводится органам образования. Конечно, так как это объекты повышенной опасности, это коммунальная собственность. Это наши жилищно-эксплуатирующие организации. Это в том числе и органы Министерства по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел. Вопрос заключается в том, что если вдруг выявляется такой объект, должно быть по цепочке передаваться информация до тех органов, которые способны их устранить. То есть и в данной ситуации здесь это действительно комплексная большая работа. Если, ну, у нас тоже такое часто происходит, когда мы с такой ситуацией раньше не сталкивались, вот столкнулись там впервые. Как правило, конечно, это уже когда речь идет о каких-то последствиях наступивших, тяжелых, да, и начинаем обращать на это, ну, внимание. В свое время были очень такие тяжелые случаи, приведшие к тяжелым последствиям с карьерами. Когда дети погибли, играли в песчаном карьере. Это, по-моему, 10-й, 11-й, 12-й год. Да, да. До этого с такими ситуациями мы не сталкивались. Сразу, конечно, обратили внимание на все эти вопросы. В том числе даже это произошло просто на берегу реки, когда дети на крутом песчаном берегу выкопали. Яму, скажем так, да, и обсыпался грунт. Дети погибли. Мы с этими проблемами, говорю, до этого, по крайней мере, вот в этой части, на это не обращали внимания, потому что, ну, просто как бы в поле зрения подало. Как только такая ситуация произошла, конечно, очень повышенное внимание этим вопросам всем уделяется. На сегодняшний день для нас такой шоковой терапией определенной был прошлый год, потому что у нас значительно возросло количество гибели детей. У нас в прошлом году 12 детей погибло от внешних причин. А в этом году? В этом году два. Ну, скажем так, у нас два погибло в городе Гомель несовершеннолетних. Они, в принципе, эти факты были так известны, освещали в средствах массовой информации. У нас один несовершеннолетний совершил суицид, и второй несовершеннолетний погиб на набережной. К сожалению, не далось врачам его спасти, когда он упал с парапета в воду. Но, кроме этого, скажем так, у нас в статистике еще два печальных случая. Это два наших ребенка погибло в дорожных транспортных происшествиях за пределами города Гомель. Один на трассе Гомель-Минск в Могилевской области, и второй в Российской Федерации. Ну, мы тоже эти факты учитываем, разбираемся, скажем, стараемся разбираться в этих причинах. Кстати, какова статистика травмирования детей на дорогах Гомельской области? В принципе, у нас более или менее благоприятная обстановка. Количество в целом и ДТП, и ДТП, повлекшие гибель, у нас снижается. В прошлом году, опять же, у нас такой был факт, когда девочка-подросток попала на мотоцикле в ДТП на улице Мазурова. И, к сожалению, она погибла. Кроме этого, еще одного ребенка сбила грузовая машина в районе университета на улице Песина. Тоже привело к летальным последствиям. Если говорить о детях, которые находятся в социально опасном положении, то какова ситуация? У них также присутствует степень риска именно вовлечения в эти проблемные обстоятельства? Ну, конечно. Поэтому и понятие такое введено в социально опасном положении. Эти требования, в принципе, введены декретом 18, работают уже длительный период времени. Существует, скажем, много мнений по поводу целесообразности этого института. И в последнее время в интернете появляется много статей, которые в том числе критикуют эти нормы. Я считаю, что это очень вообще прогрессивный декрет. Но декрет работает? Да, конечно, работает. И это факт. Вопрос заключается в том, что он направлен в первую очередь на выявление детей, жизни которых что-то угрожает. И в семье создана неблагоприятная обстановка. Как правило, конечно, в первую очередь в поле зрения попадают люди с неблагополучными родителями, злопотребляющими алкоголем, спиртными напитками, ведущими антиобщественный образ жизни. Когда это приводит действительно к очень неблагоприятным последствиям. У нас, опять же, есть факты такие, которые, на первую, шокирующие. На самом деле, если в них вдуматься, у нас несколько лет назад, говорю, тоже определенной степени шоковой терапии было для всего города, когда у нас муфицированный труп новорожденного ребенка нашли. И, скажем так, в том числе после этого была громадная работа проведена по в целом организации работы по контролю за новорожденными. У нас они в поле зрения попадают мало, только, скажем так, в первую очередь, это органы здравоохранения, которые патронаж осуществляют. И мы поэтому начали выстраивать систему, чтобы, если попадают сотрудники здравоохранения первым в этот дом, они, значит, должны убедиться, в принципе, что в этом доме созданы нормальные условия. У нас, к сожалению, есть факты, в том числе приведящие к летальным исходам, когда из-за отсутствия элементарных каких-то вещей, необходимых для новорожденных, это приводило к их смерти. В том числе не было нормального спального места. Ребенок упал не на отведенном месте, упал с дивана ночью. Ну, то есть, потому что это же беспомощные существа, которыми нужно постоянный уход осуществлять. И должны быть обеспечены безопасные условия. Вот подключается первый орган здравоохранения. Как только ребенок начинает ходить в детский сад, подключается система образования. Потому что, опять же, надо прийти домой и посмотреть, созданы ли эти условия. Тут, я считаю, не должна речь вестись, в первую очередь, о том, что там нагрушаются права. Вопрос в том, чтобы обеспечить безопасность детей. Но, конечно, здесь тоже не надо перегибать палку. Это вообще очень сложный процесс. Я не знаю, для примера, вот представьте кубик Рубика. Вроде как бы так. Простая, ну как, не простая, но головоломка всем понятная. Вот если на грани этой головоломки поставить определенные сферы нашей жизнедеятельности, вот одна грань – это просто обеспечение жизни ребенка. Вроде собрать одну грань в кубик Рубики очень просто. И сделает это любой ребенок. А все другие грани – это тоже другие наши сферы правоотношения. Вот с противоположной стороны эта сфера контролирует права людей на самоопределение, на защиту неприкосновенности своего жилища. Мы эту грань собрали, все остальные немножко так… Как бы нарушились. Как бы нарушились. Да, в том числе вопросы, связанные с обеспечить жизнью безопасность детей. Можно. На улицу не пускаем, убираем все острые предметы. Но у нас другие грани. Там вопрос, что ребенок должен вести активный образ жизни. Он, конечно, должен много времени… Они нарушаются. И вот собрать этот кубик Рубика так, чтобы и все грани были собраны, очень-очень сложно. Потому что здесь нужно найти баланс между ограничениями и теми свободами, которые должны тоже существовать. Я думаю, что как раз такой баланс достигается сознательностью общества. Ведь это безопасность детей общая наша проблема и наша задача. Поэтому любой гражданин обязан просто обращать на это внимание. Юрий Валерьевич, спасибо большое за конструктивный разговор. Пожалуйста. Ну а телезрителям напомню, что в студии программы «Де-факто» вместе с прокурором города Гомеля Юрием Булынко мы обсуждали вопросы безопасности детей. И в завершении программы по традиции рубрика «Я очевидец». Вашему вниманию подборка происшествий, снятых видеорегистраторами и камерами мобильных телефонов людей со всего мира. Самолет слил тонны воды на инспекторов ДПС в Подмосковье. Экипаж Ил-76П отрабатывал под Ногинском действия при тушении лесных пожаров. Инспекторы сняли на видео организованный представителем МЧС «Искусственный ливень». Целью должен был стать лесной массив. Но со сбором воды спасатели немного опоздали. А потому часть из 42 тонн воды накрыла дежуривших на дороге полицейских. Один из них снимал учения из салона служебной машины, а потому остался сухим. А вот его коллегам повезло меньше. Они вымокли до нитки. Из горящего в Омске магазина «Магнит» спасатели эвакуировали 40 человек. Пожар в супермаркете начался с возгорания кровли. Очевидцы снимали происходящее на мобильные телефоны. Сообщается, что помещение магазина располагалось в перестройке к многоквартирному дому. Поэтому на место вызова были направлены дополнительные силы и средства МЧС. Пострадавших нет. Автомобиль чуть не сбил женщину с ребенком в результате ДТП в Серпухове. Автолюбитель за рулем темного Ниссан Кашкай после поворота не уступил дорогу автомобилю, движущемуся на зеленый сигнал светофора, и сильно врезался ему в заднее крыло. Машину развернуло на 180 градусов, и она пролетела в сантиметрах от женщины с ребенком, стоявших на краю тротуара. Сразу несколько торнадо обрушились на американский штат Вайоминг. Зрелище, надо сказать, жутковатое. Из огромных туч, нависших над землей, спускаются внушительных размеров воронки. Порой они достигают диаметри нескольких десятков метров. Смерчи в этих местах довольно мощные. Сообщается, что на днях они разрушили более десятка домов. А в Техасе выпал град размером с бейсбольный мяч. Непогода прошлась по всему штату и наломала немало дров. Ветер сносил крыши, сдувал неукрепленные конструкции, а град разбивал стекла автомобилей. В страховые компании обратились 25 тысяч владельцев машин с просьбой оценить повреждения их авто. Несколько человек получили травмы. Пострадали фермерские угодья. Всего же стихия причинила ущерб штату на сумму полтора миллиарда долларов. В Германии по улицам гулял сбежавший из цирка слон. Животному захотелось совершить экскурсию по немецкому городу Нойвид. Его никто не сопровождал. Размахивая хоботом, Испалин гулял сам по себе. Нежданного туриста нисколько не смущало, что он идет прямо по проезжей части и пугает случайных прохожих. Как потом выяснилось, слон сбежал из местного цирка. Благодаря звонкам взволнованных жителей в полицию, дрессировщики его поймали и вернули обратно. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. Смотрите де-факто и будьте в курсе уголовных дел и происшествий Гомельской области. Я Александр Гамоля благодарю за внимание. Увидимся в это же время ровно через неделю. Продолжение следует...